Чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как были весной, нужна дисциплина и ответственность. И перед собой, и перед близкими. Когда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное, мы сохраним жизнь. Мы при госпитализации проводим опросы. Половина пациентов причиной своего заражения с высокой вероятностью называют был без маски в общественном транспорте, в торговом центре. Может, они нас уже и раздражают, но то, что спасают, это факт. Учитывая сложившуюся ситуацию, представители общественной палаты города решили предостереть жителей и гостей Электрогорска о том, что не стоит игнорировать масочный режим. Мы сегодня проводим мониторинг ношения масок с жителями в общественных местах. Наша акция носит такой рекомендательный больше характер. Мы жителям напоминаем о том, что существует постановление губернатора, по которому все обязаны в общественных местах носить маски. Для тех, кто сегодня оказался без маски, мы приготовили с собой маски, чтобы им подарить. Ну и, конечно, разъяснить жителям, что это все для их же блага, потому что на сегодняшний день это не показуха какая-то. И то, что мы с вами в масках, это просто необходимость на самом деле. К сожалению, большинство жителей и гостей города соблюдают масочный режим условно. Фактически маска есть у всех. В сумке, в кармане, в машине, на подбородке, где угодно, только не на лице. Общественная палата городского округа. Скажите, пожалуйста, а вот в магазинчике без масочек? У вас есть с собой? Скажите, пожалуйста, а что вы без масочки? Есть у вас с собой? Ну, мы без всяких претензий просто... Скажите, а почему магазин сразу не надели? Ну, забыл. Почему вы сегодня без маски зашли в магазин? Забежала в машине, оставила маску. Ну, а так носите? Ну, так ношу, конечно. Ребенок в сад, маска в любом случае с собой. Скажите, пожалуйста, а вот вы масочку не надеваете? Не боитесь? Я сейчас так спустила, потому что глаза были все мокрые. Вы сейчас получили товар без маски. А почему вы не надели? Я не надевал сам. Безусловно, соблюдение масочного режима – это некрасивые слова или этикет. На сегодня это вынужденная норма жизни. Держи тебя в маске. Вот, даже раздаю. Только носите, да? Только одевайте. Да, всех здоровья. Две минуты. Самое главное. Напоминаем просто, что можно быть бессимптомным переносчиком и заразить соседа. Люди больше боятся заплатить штраф за то, что они находятся в общественном месте без маски, чем заболеть серьезным вирусом, последствия которого на организм человека еще не изучены. Кстати, медики просят беречь себя и носить маску и тех, кто уже переболел ковидом. Ведь после первого заражения сохраняется возможность заболеть второй раз. Скажите, вот вы чувствуете опасность от коронавируса сейчас или нет? Не знаю. Не знаете, да? Не знаю. То есть, пока все так и не ясно? Да. Скажите, вот нужен на самом деле этот масочный режим? Возможно, да. Нужен. Вот моя масочка. Для чего вы одеваете маску? Чтобы все-таки не заразиться или так требует правило? Потому что так требует правило. Потому что если при любых раскладах, если суждено заразиться, то заразишься. Где бы ты не был. То есть, вы считаете, что маска не спасет? Нет. Масочки не надеваешься. По какой причине? По-моему, не будет. А почему не надеваете? Не боитесь заболеть? Не боитесь заразить кого-то? Вдруг вы переносите? Скажите, пожалуйста, а вот мы эту масочку у вас надеемся, но ног не закрыты. Не боитесь заболеть? Я только зашла. Ну, я понимаю, да. Вот в разговоре, мы вам просто рекомендуем масочки носить. За время губерната требования обесточают. Вот. Так что самое главное – здоровье. Магазины штрафуют и пристанавливают их работу в случае нарушения в них масочного режима. И продавцы, как могут, требуют от каждого покупателя соблюдать правила. Сейчас масочный режим. Покупатели в масках ходят? Не все. Не всем предлагаем купить. По-всякому. Кто-то салфетки одевает. Но стараемся беречься. Все-таки не стоит забывать, что маску надо носить не только здоровому человеку, но и тому, кто чувствует симптомы заболевания, находится в зоне риска и является опасностью для окружающих. Вот у нас масочка. Но вы-то без маски. Я просто сняла ее, чтобы придохнуть. Никого нет. А вот мы подошли, а вдруг бы мы были без масок. Вот тогда. Скажите, пожалуйста, а вот вы ездите с клиентами, клиенты в маске? Ну, не все. А что вы делаете, если вдруг клиент без маски? Ну, они садятся сзади. А вы? Масочку надеваете, когда ездите? Ну, бывает. Вы постараетесь почаще надевать. Хорошо, просто. Ситуация опять ухудшается. Я понимаю, понимаю. Здоровья вам. У меня гайморит, мне очень тяжело дышать. Вы же сами себя подвергаете опасности. Я понимаю, прекрасно. А что мне делать? Я задыхаюсь. К врачу обращаться. Ну, а врач ничего не может оставить. Хронический гайморит, все. Да, заболеть можно и с маской на лице. Вот только доза полученного вируса будет меньше. А это шанс преодолеть болезнь без тяжелых последствий. Девушка, а скажите, пожалуйста, вот вы зашли в магазин маски, вы носите ее для того, чтобы не заболеть, или просто того требует постановление правительства? Ну, и то, и другое. То есть вы все-таки стараетесь себя защитить? Конечно. А вы всегда в масочке ходите? Стараюсь. Старайтесь. Это важно почему? Здорово. Не заболеть. Спасибо вам большое. Берегите себя. Идея, с которой общественники вышли в людные места, была до банальности простая. Призвать граждан придерживаться рекомендаций и не игнорировать средства индивидуальной защиты, чтобы не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких. Вы сегодня предупреждали жителей и гостей Электрогорска о том, что необходимо носить маски, раздавали бесплатные маски. Какая реакция была в ответ? В принципе, мы ожидали немного другой реакции. Как показалось сегодняшнее наше мероприятие, люди довольно-таки спокойно уже относятся к масочному режиму. Да, они устали, но они сами знают, что ситуация немного обострена и необходимо все-таки соблюдать в общественных местах, на вокзалах, в магазинах, соблюдать масочный режим. Потому что это важно, это важно для того, чтобы сохранить свое здоровье своих родных и близких.